слава украине привет всем от полонского наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в украине на сегодня 11 февраля 2024 года давайте посмотрим что где как при каких обстоятельствах продолжаются скажем так по большей части бесплодные атаки расистов под новомихайловкой да там них есть продвижение но продвижение минимальное там 100 200 метров где ложить на за каждые 100 метров по 500 солдат но такое себе достижение хотя для путина действительно жизни его солдат ничего не значит поэтому для него это видимо звучит гордо да под новомихайловкой под авдеевкой то же самое приблизительно с той же картины там их наступление сейчас остановлено тяжело останавливалась да их очень много и они они шлют новых чмобиков совершенно не задумываясь о тем что произошло о том что произошло с теми чмобиками которых они раньше послали и так далее то есть утилизирует свой личный состав в больших количествах не задумываясь в этом самом количестве да то есть тут как то еще можно описать под крынками херсонская область продолжается то же самое местные штурмы без каких-то успехов для них наши отбивают это все последние дни также вот мы видим активное применение кабов управляемых авиабомб особенно на донецкой части фронта неприятно крайне но каких-то успехов им также не принесло и давайте пробежим сейчас по количеству посмотрим сколько чего 930 930 путинских боевиков было ликвидировано в украине за прошлые сутки за прошедшие сутки и таким образом общее количество путерастов отправленных курсом русского военного корабля составляет 395 тысяч двести штук ну вот я говорю скоро по моему к годовщине второй годовщине нападения россии на украину уже будет за 400 тысяч но видимо видимо путин путин точно туда же этого он и хотел хотя мне кажется знаете даже может оказаться так что даже дню святого валентина при определенных раскладах будет 400 тысяч вот это подарок кому-то да дальше поехали по технике поехали так 12 танков за вчерашний день не много не мало средний показатель нормально 6406 начала войны интересно что танки вот я кстати хотел как-то записать ролик мне просто руки не доходят дело в том что танки они всегда кричали шумуек очень много производим бла-бла-бла куку-ку но проблема их в том что они как вам сказали и не производят новые танки они ремонтируют то что было их заводы последние года 34 они выдают на гора там по 200 300 может даже сейчас и 400 я не знаю делали танков в год в год но это не новые танки это восстанавливалась то что стояла на хранение прошу 1 2 категории то что можно каким-то образом восстановить сейчас же у них проблема другого рода они перешли к восстановлению все корпуса 1 2 категории они уже как говорится восстановили они по второму кругу уже разбить успели восстанавливать третью четвертую категорию это знаете тут совсем уже другое эти танки восстановлению или мало подлежат или или вообще не подлежат да там скорее переплавка поэтому тут будет и замедление а новых танков они не делают но вот эти вот т-90 они у них штучные а все остальные это 80 т-72 видите они производят таком как вам сказать вот танки т-72 16 года они более-менее нормальные уже танки т-72 образца 20-го года упрощенка абы быстрее абы как тоже надо учитывать такой момент вот такая же картина и по скажите мне и по бронемашинам то же самое потому что они их выпускают в основном в основном восстанавливая старые корпуса вот откуда они их там понятен понатягали вот там они и устанавливают но чем дальше тем таких скажем так удобно восстановимых корпусов становится меньше а новых типа вот как они там называется курганец и так далее штучное поэтому все сложно они бросают больше с машины которым 60-70 лет да это немножко увлекся 14 броневиков за вчерашний день различного типа 11 тысяч 956 всего скоро будет 12 тысяч круглое круглое количество их 16 артсистем самоходных и самоходных неважно 9475 в общего в общей сложности самолеты вертолеты остаются старые числа 300 32-325 по по этим сам скажите мне по беспилотникам дают число 22 но понятно что это за вчерашний день а вот сегодняшняя ночная атака было сбито 40 штук из 45 которые нас атаковали атаковали видите они несмотря на то что вот действительно сбито очень много сбито смотрите из 45 40 то есть этом больше 80 процентов вопрос следующем они сейчас очень скажем так они очень сильно отслеживают где находятся наши мобильные группы они для этого используют местных местных любителей русского мира сбоу должно работать конечно потому что они передают локейшин где наши находятся группы с тем чтобы шахиды могли облетать они пытаются облетать такими местами где нет дорог или с моря заходить если это в случае одессы но мобильная группа не понятное дело не по дорогам передвигаются какие бы там ни были но дороги нужны пускай хоть хоть какие-нибудь ну а расисты видите они пытаются это все облететь как-то как-то проникнуть между между и между с тем чтобы нанести удар и снести их представляет действительно большую проблему особенно в регионах ненасыщенных средствами пво они видите наносят удары по сельскохозяйственным предприятиям например ты же возле каждого элеватора не поставишь по зенитке да сложно вот поэтому некоторые долетают тактика бомбежки больших городов там или электростанции как как у них было раньше видите сейчас меньше используется потому что там более-менее насыщено уже средствами поражения пво и они их пытаются не пытаются такие места обходить потому что вот как оказалось шахет не стоит не 30 тысяч не даже не стоя не сто тридцать тысяч он стоит от 200 там до 400 тысяч долларов и расшествии все-таки им приходится думать каким образом ну не тратить их в большом количестве просто так но в любом случае сбивать их сложно сейчас потому что еще раз говорю они виляют страшное дело летят на предельно нескольких высотах и моим а то шо маем а значит так пока что я даю за говорится в предыдущие сутки 22 шахеда 7257 всего и по грузовикам 13 грузовиков и автоцистерн при общем количестве 12592 и одна единица спецтехники 1513 таким образом не меняется общая картина того что происходит но фронте путин гонит вперед свой лишний состав в большом количестве теряет по тысячу человек то есть два таких хорошо накачанных батальона или целый полк каждый день не знаю хватает ли у них сейчас могилизируемых чтобы покрыть вот такие потери или не хватает трудно сказать любом случае в армии сейчас явно не увеличивается а учитывая еще убыток в технике то конечно же деградирует и деградирует капитально все бы до украины